Всем здарова, ребята, с вами Букреев и вот он, вот он красавчик стоит на фоне мой электровелосипед. В прошлом видео я оставлю ссылочку в обязательном подсказках, я показывал вам, как мы его собирали. Всю эту закупку мы делали на Таобао с помощью сервиса Miss China, да, чтобы товар с Таобао заказать к нам. Потому что, ребята, так гораздо дешевле, можно купить крутой мотор-колесо, кстати, вот оно. Смотрите, колесо практически не отличается от обычного велосипеда. В комплекте также контроллер, который я очень аккуратно спрятал в эту сумочку, чтобы не палиться, хотя сумочка не по размеру чуть-чуть. И вот он, аккумулятор, ребята, ну, естественно, блок управления там и все такое, да, то есть все это обошлось в 350 долларов уже с учетом стоимости доставки. Ребята, и это очень мощное колесо, 500-ваттное заднее колесо от хорошего производителя. И все это дело, ребята, можно установить уже на велосипед, который есть у вас. И, короче, в итоге получается 350, мотор-колесо полностью во всей комплектации. Велосипед, 200 долларов, можно хороший, б.у. классный велосипед купить. И реально за 500 баксов у вас получается электровелосипед. Настоящий, качественный, быстрый. И подобные электровелосипеды стоят от 1000 долларов. Потому что все, что вы видите на Алиэкспресс, это все тяжелые велики с галимыми рамами. Такое вот, ну, реально китайщина. Поверьте, мне кажется, что лучше собрать именно так. И особенно вот эта штука, ребята, для тех, кто работает в Глова, Яндекс, Еде, Delivery Club, это просто манифик, божественно. Это очень-очень помогает работать там быстрее, легче, выполнять больше заказов. Короче, ну, вещь реально классная. И заказывая именно на Таобао, это внутренний китайский рынок, через площадку Miss China мы тоже экономим бабки. Потому что на Алиэкспресс все на самом деле вшито в стоимость. Да, вот эти все доставки, комиссии, платежных систем, это все туда вшито. А, на Miss China, да, то есть на Таобао напрямую заказать реально выгоднее. Скоро на моем канале выйдет урок, где я подробно расскажу, как это делать. Короче, ребята, вернемся к нашему электровелму. Ребят, согласитесь, что велик выглядит максимально гражданско, да, то есть ничего такого сверхъестественного нет. Все проводки красиво уложены. Ну, вот только вот этот отсек. Но опять же, здесь мы можем, допустим, возить инструменты. Короче, не вызывающе это все смотрится, смотрит все нормально. Плюс не слишком он тяжелый получается. То есть на педальной тяге, даже если сел аккумулятор, можно ехать. При этом, друзья, одна зарядка вот этого велосипеда в Украине стоит 80, мать его, копеек. При том, что поездка, одна поездка в метро стоит 8 гривен. Короче, как по мне, электровелик в городской среде, это очень крутая альтернатива машине. Тем более, с такой стоимостью обслуживания его не нужно заправлять. Заряжаться он стоит копейки. Комплектующие, даже если что-то на велике сломалось и ремонт, стоят копейки. И расстояние, например, 10 километров. Для этого велика вообще не проблема. И для вас не будет проблемой, вы не устанете. Но главная цель, для которой мы сегодня собрались, это понять, вот, собственно, сколько можно. За вот эти 80 копеек, сраных мне, я бы не побоюсь этого сказать. То есть сколько стоит 100 километров проезда на этом велосипеде. И, собственно, ребята, сейчас я своей задницей, прямо вот этой, сажусь на этот велосипед и отправляюсь кататься. Кататься до того момента, пока не разряжу аккумулятор в ноль. Смотрите, ребята, я буду проверять на режиме ассистента. То есть, видите, мощность ассистента. Я ее буду подбирать в зависимости от условий, так, чтобы я не напрягался, да. Чтобы я помогал чуть-чуть ногами, но мне было легко. То есть не хочу ехать полностью на электрической тяге. Мне вот интересно проверить такой более реальный формат на ассистенте. То есть где потребуется больше ассистент, это будет больше ассистент. Где мне будет устраивать такой ассистент, мне будет устраивать такой ассистент. Не забывайте, что в тормозах еще есть рекуперация. То есть, видите, да, я нажимаю на тормоз, загорается наша рекуперация, цепь разрывается. Собственно, наш аккумулятор заряжается. Ребята, вот здесь за звездочкой и прячется наш ассистент. То есть выкрутите педали, он чувствует, что выкрутите и помогает вам. Например, очень легко стартануть с тяжелой передачи, да, то есть и сразу набирать скорость. Короче, набор и поддержание скорости с помощью ассистента гораздо легче Мне кажется, это самая классная вещь Вот реально, на ассистенте на этом велике ездит самое прикольное Так, ну что, ребятки, смотрите, здесь-то есть свой компьютер Я сейчас здесь все сброшу, да, чтобы нам было с вами понятно Но я еще вот такую штучку беру с собой Надеюсь, в принципе, что тоже будет работать и будет понятно, да, сколько мы километров проехали Я, собственно, да, делся, в принципе, похоже, как курьер, как курьер Гулова Короче, погнали Ребят, смотрите, в мой лифт велик залазит изи, да Кстати, у меня вот здесь еще такая подушечка с Алиэкспресс Интересно, поможет ли она, она типа такая, memory Вот, то есть, но он не очень тяжелый, его реально можно поставить спокойно на дыбы, да То есть он реально, ну, там вес увеличился, естественно, за колесо, за аккумулятор, но не смертельно Смотрите, ребята, вот я начинаю крутить педали, и велик мне очень помогает То есть, смотрите, я кручу медленно педали, а еду практически 15 километров в час И вот здесь рекуперация, раз, есть тоже схватывает Короче, удобно Вот, ребятки, впереди небольшой, как бы, наклончик, да, но, в принципе, крейсерская скорость где-то 23 километра в час Это вполне легко вообще, то есть я ногами, ну, мне очень легко крутить, работает мотор, а я всего лишь помогаю На самом деле я уже обогнал и Глова, и уже я там и Домино спицу обогнал, то есть топит вообще классно И пока единственная помеха, это люди, да, остановки там, где много людей, станции метро Ну, едется вообще налегке То есть 26 километров в час горку налегке вообще Так, ребятки, доехал до ВДНХ, смотрите, ассистент включил на единичку И в прогулочном 20 километров в час вообще изи То есть, смотрите, на мои ноги, как и кручу, но реально изи вообще не тяжело 20 километров Проехал сейчас 6,7 километров, ушло одно деление сразу, потому что здесь, наверное, глючит контроллер Потому что оно ушло практически сразу, это одно деление, да, то есть, наверное, нужно перепрошить контроллер Но мне становится сейчас страшно, потому что 7 километров на изи, и сколько еще придется ехать, непонятно Потому что ехать вроде бы и не сложно, да, но походу это будет долго Потому что аккума хватит реально надолго Ну, ребят, экспериментируем, едем дальше Ребят, что по поводу максималочки, только на моторе Ну, я постараюсь, ну, сейчас нажимаю пуск, максимум, смотрите, ускорение То есть, ребята, 40 километров в час на изичку едет, если вам нужно ускориться И, кстати, ребят, я знаю, что программно это все можно менять, то есть, максималочку можно менять Здесь можно настроить все, и ассистента, и что вам нужно А тем временем 12 километров, я вижу, что контроллер неправильно показывает заряд, да, то есть, батареи Вот это проблема, то есть, это нужно будет, скорее всего, перепрошить Но все равно эксперимент мы должны сегодня закончить Ну что, ребят, все было так прекрасно, так хорошо Как вы думаете, что могло произойти? Проголосуйте здесь в подсказках, оставлю для вас варианты для экстрасенсов Короче, ребят, печаль 6 км до дома 6 км до дома И вот такие дела Вот такие дела Я взял с собой камеру, но я не взял с собой ключи, чтобы ее поменять Здесь есть рядом велопрокат Сейчас пойду к ним, спрошу, может быть, у них, они мне смогут помочь Но проблема в том, что у меня и денег нет с собой Кошелька, то есть, только телефон Privat24 получается, если они смогут принять Ну, это может и на машине случиться такая беда Но пробило именно очень хорошо Где-то дырка хорошая, потому что прям пустило в хлам Я еще еду, думаю, а что, блядь, так тяжело ехать? А что так тяжело ехать? Ребят, наверное, нихера не слышно Покрышку поменяли Я расскажу потом, в чем была проблема Я уже решил ехать смешанным циклом, да? То есть, где-то полностью на электрической тяге Где-то нет Потому что, походу, высадить этот аккумулятор сложно 17 км с неправильным контроллером Еще половина, да? Ну, что, ребят, 20 км пройдено Стою на очень шумной трассе Блядь Еще ползарядки даже с неправильно показывающим контроллером, ребят Даже с ним еще половина зарядки 20 км Это, блядь, это дохера, при том, что я уже еду много на смешанной тяге То есть, я не обязательно еду с педалями вообще В принципе Короче, поехали дальше Так, ну что, ребята, залез я на такую аутентичную локацию Да, здесь школа Школьников нет уже Все, хватит Короче, что я хочу пару слов сказать про велику 22 км Я уже 30 раз, наверное, сказал Не знаю, было ли слышно по поводу индикации батареи Она почему-то неправильно сразу, да То есть, ну, вот я выехал, чуть-чуть крутнул педали Сразу минус одно деление То есть, контроллер показывает неправильно Повторюсь Дальше Следующие вот мои наблюдения Вот за 22 км Кстати, очень красивое число получилось 22, 2 И ассистент 2 И 26 градусов Вот, короче, катайся типа вот час 18 Походу, да Вот там написано час 18 В общем, мои впечатления Я изначально вот электровелосипед Вот вы слышите, электровелосипед Для меня это типа, ну, чуваку впадлу крутить педали Да Но по факту это реально не так То есть, дело даже не в педалях И на электровелике можно тоже напрягать ноги Но электровелик может быть классным ассистентом Реально, да То есть, здесь мне понравилась свобода То есть, ты хочешь, крутишь Хочешь, не крутишь Ты устал, чуть-чуть тяги добавил Или ассистента добавил И с учетом того, что у тебя мотор, аккумулятор Тебе это позволяет держать стабильную скорость То есть, ты стабилен Ты знаешь, когда ты приедешь туда или туда Ты знаешь, что если будет горка, ты не умрешь И тебе не нужно будет везти велосипед в руках Блин, получаешь удовольствие? Реально, вот я сейчас заехал в такие места Куда я вот вообще бы не попал Вот очень вряд ли бы, что я попал бы в эти дворы Это теремки, видимо То есть, здесь вот такая застройка Здесь такие поля Ну, на самом деле, вот знаете Я еще думал, может продать электровелок этот? А когда вот так прокатился, реально кайфанул То это уже стал большой вопрос То есть, мне его даже теперь и жалко продавать Потому что я типа не катался, не катался Вот сейчас для видосика я решил прокатиться И получил реальный кайф Короче, самый главный плюс Это реально свобода То есть, плюс еще, кстати Что можно выбрать комфортные звездочки Да, для вашей скорости И вообще не переключать скорости Вообще их не трогать Просто вот ездить и все На самом деле, да То есть, я так и делал То есть, я только потом, когда мне захотелось побыстрее ехать Сделал себе там посложнее Все, поскидывал и так далее То есть, это кайф Это именно расслабуха И это именно свобода Если ты хочешь крутить посильнее педали Но ехать чуть быстрее Ставишь ассистент один Ставишь самую сложную скорость Едешь Не вопрос Тебе все равно придется крутить педали Но твоя скорость будет более стабильной И так далее Минусы Что это не очень безопасно, ребят Потому что вот этих дисковых тормозов Да, вот этих дисковых тормозов Ну, реально не хватает уже Серьезно То есть, если ты 40 км в час едешь На вот этом колесе Серьезно То оттормозиться не всегда получается легко Ну вот, это, в общем-то, какие-то мои наблюдения Если честно, я еще не устал Потому что я уже еду почти на тяге Вот ты хотел сделать именно жизненный эксперимент Да, не то, что просто там Сколько на аккумуляторе проедет А сколько на ассистенте А вот просто человек выехал и едет Пока не разрядит велосипед Пока он там не устанет Ну, то есть, в разных режимах Так что, ребят, я отправляюсь дальше Кстати, еще один плюс То есть, вот смотрите У меня стоит очень сложная звездочка Почти максимальная Я сейчас сяду и легко поеду Только не наеб***ься бы То есть, смотрите Я включил третьего ассистента Я начинаю ехать Мне очень сложно Оп, сразу моторчик подхватывает Все, мы погнали То есть, мы уже едем Уже 13 км в час Мне уже норм Да, ребята, да Повезло мне сегодня много раз Без крыльев, ребят На велике после дождя Не очень хорошая идея Вот так я ступо засрался Весь уже и в ноги И все То есть, нужны крылья, кстати По-любому на электровелл И он, мразь, вернул Два деления Сколько мне еще ездить Ну что, ребят 33 км И я хочу вам сказать Что я задолбался То есть, реально просто Я задолбался Вот честно Я уже последние 8 км Тупо на тяге Еду на электрической У меня с непривычки устало срака Устали руки, короче Грязная рожа По-любому Потому что без крыльев Просто песец Грязь летит Во все стороны Короче, буду двигаться По чуть-чуть домой Я задолбался Вот с непривычки Проехать 38 км Блин, реально Реально Задница устала Что-то шея затекла Плюс это как бы Горный велосипед Он прям на супер Там по трассе Грубо говоря Не рассчитан Не супер на нем Наверное удобно Я так думаю, наверное Пытаюсь просто оправдать себя Ребят, пытаюсь оправдать себя Короче, ребят Смотрим Что у нас здесь На компуктере Запускаем его Короче 37,7 км Одно деление батарейки И, ребят Это очень печально Очень печально Потому что 37,7 км Половину из этой дистанции Я ехал Только на тяге Вот, ну реально Ну вот точно Км 15 только на тяге То есть А это деление уйдет Это он еще не сядет Он на пустом Да, вот когда пустое показывает Он еще проезжает Км 7 Потому что я уже Разряжал его Но просто не за один цикл И там сбивал настройки Ну короче 50 км В смешанном цикле Этот велик проезжает 100% То есть получается 80 копеек У нас 50 км Гривна 60 100 км Ребят Ну, как бы Считайте сами Да, смотря там Какая машина Сколько она Бензина расходует Но опять же Велосипед Это не машина То есть 37 км на машине Я вот так проеду Да, я не устану Ничего Здесь же Вот все равно В Киеве, да, нет Вот чтобы везде Были классные дорожки Для велосипедов Ты едешь и кайфуешь То вот просто Вот такой горбатый Просто неимоверно Асфальт Еще Еще один прикол Смотрите Скорость у вас Как бы повыше Средняя, чем у велосипедиста Да, потому что В горочку вы 20-30 км в час Залетаете Изи Без напряга Да и в принципе В целом Вы всегда едете Чуть-чуть быстрее Скорее всего Тем более по тротуарам И так далее Смотрите Из этого исходит минус Того, что люди Они не привыкли К тому, что велосипедисты Едят так быстро А он едет тихо Звуков никаких не издает И поэтому получается Что реально Достаточно часто Люди отпрыгивали То есть Была какая-то опасность Да, нужно ездить Реально аккуратно Но в принципе Если вы знаете Правила дорожного движения Хорошо И в этих местах Разрешено ездить по дороге То вы даже Как бы По городу Не сильно и мешать будете Потому что скорость Хорошая Но опять же Нужны хорошие Тогда тормоза Потому что Дисковых не хватает Реально То есть 45 километров С горки Оттормозиться Дисковыми Чтоб тебя там Нормально не повело Там и так далее И достаточно короткий Был тормозной путь Не получается Но в целом Ребят На самом деле Я получил Огромное удовольствие Я получил Огромное удовольствие Вот смотрите Мне кажется Как я и говорил в начале 10 километров Там на работу 10 домой Отлично На велосипеде Вообще не напряжешь Даже зимой Поставить Злую лютую резину Кстати Сейчас расскажу Почему колесо пробилось То даже зимой Можно кататься То есть Ассистент я выше тройки Вообще не включал А потом уже просто Ехал на этой На тяге Да Вот велосипедик едет Опять же Как я и говорил Не нужно переключать Практически скоростя Посмотрите Третья Здесь предпоследняя Да Но это говорит уже О средней скорости О том что Ну блин Достаточно с ассистентом Силы ног Не нужно сильно напрягаться У меня больше тело затекло Чем устали ноги Серьезно Просто от этой позы У меня больше вот здесь Руки устали Чем ляжки Которые собственно Помогали мне крутить По нагреву Чувствовал я через эту штуку Ногой что нагрелся контроллер Аккумулятор вообще В корпусе ничего не чувствуется Здесь радиаторы ледяные И колесо тоже слегка теплое То есть Это два часа Практически без остановки Катания Короче ребят В итоге Делаем вывод По этому электровелику Блин клево На самом деле Клево Классное ощущение Ты едешь Достаточно быстро Ты Мне кажется В общем Это хочется назвать Свободой То есть Потому что Когда ты едешь Просто на велосипеде Тебе Ну чтобы прям В хорошую горку заехать Нужно обладать Какими-то физическими способностями Да То есть Ну Ну согласитесь А здесь горочка Для тебя не помеха Ты можешь стабильно Быстро перемещаться Если бы конечно Были везде Дорожки для велосипедов В Киеве Это было бы вообще Просто прекрасно Вот проблема Поэтому и с пешеходами Даже если есть велодорожки По ним ходят пешеходы Особенно На ВДНХ Вот такой прикол Разрисовали Велосипедные дорожки Но по ним Четко ходят пешеходы Они думают Что это для них нарисовали Я не знаю Почему так Я кстати Даже за собой Замечал Что когда я шел пешком Меня манило На эти дорожки Я не знаю Почему Опять же Погодные условия То есть если вот пошел дождь Без крыльев Как бы Я грязноватенький ехал Потом Потому что все летит Не очень приятно В машине Ты же опять же Ну мы не сравниваем Прям с машиной Конечно Это глупость большая Это совершенно другая Цена агрегата Совершенно другая Цена обслуживания Совершенно другие Расстояния проезжают Но вот Ну почему-то Всегда хочется сравнить Какой-то транспорт С другим Более популярным транспортом Че у меня пробилось колесо Ребят На самом деле я думал Блин Наверное Тяжелый За мотор Колесо Оно мне пробивается Оно довольно часто пробивалось Короче Я там ребятам Заменить Там на велопрокате Дал да Колесо Короче Чтобы они мне помогли И Фишка в чем У меня на ободе Не было вот этой штучки Которая мягенькая Которая защищает Контакт покрышки И обод там Где не шлифованные Заводские Вот эти вот штучки И у меня реально Прямо разрезалась Там покрышка Да Просто И вот в этом была проблема Вот почему у меня Пробивалась одна Вторая покрышка Вот у меня валяются Две пробитые покрышки Я не мог врубиться Я просто не профессиональный Велоспортсмен И не знал Что там должна быть Какая-то подкладочка Ребят В остальном Очень клево Реально очень клево 50 км смешанного цикла Он 100% потянет Я думаю Что на ассистенте Он 70 и 80 километров Проедет И опять же Можно классно Что подобрать ассистент Так что Если ты хочешь напрячься Ты ставишь единичку ассистент Крутишь сильнее педали Поддерживаешь определенную скорость Хочешь чуть расслабиться Ставишь там тройку Четверку ассистент Педали Ну там тоже ставишь Как-нибудь хорошо Чтобы тебе было легко Крутить И ты опять же Едешь с той же скоростью Вот в этом и плюс Как по мне Самый основной Короче ребят Я считаю Что такой кит набор С Таобао Заказать Есть смысл Это достаточно дешево 300-350 долларов Можно заказать Переднее колесо Оно будет еще дешевле Можно заказать Не 500 ват А еще меньше Можно аккумулятор Чуть-чуть меньше Емкостью заказать Здесь как бы Очень уверенный Средняк Да то есть реально Можно чуть-чуть На этом всем деле Сэкономить Опять же смотрится Я считаю Что абсолютно нормально Хотя у меня крепление Просто вот здесь Под раму не подходило Чтоб стал нормальный Аккумулятор То есть видите Он как бы чуть Перевернутый стоит БУ велик Купили там за 200 баксов Подобный И все И реально это окей Потому что китайские В сборке Они дороже И хуже Сто процентов Вот реально ребят Сто процентов А здесь Даже если вы сами Не шарите Можно отдать человеку Он вам все это Прикрепит Блин За 500 гривен Вам даже соберет Этот электровелосипед Ничего там сложного Вообще нет Все работает Из коробки Короче ребят Ссылки на велик На Таобао На Мисс Чайну Как заказать Скоро будет видео На канале Я все это оставлю В описании Как заказать на Таобао Подписывайтесь на канал Чтоб не пропустить видос Да Это будет подробно Потому что многие Не очень хорошо разбираются Вот ребят Ну и если я надумаю Продавать этот велосипед То он будет в буксторе Да В моем магазине Где я продаю Собственно товары Которые мне не подошли Там после видео Или просто не пригодились Но я еще не знаю Честно Я еще в раздумьях Просто там Где я буду дальше жить В новой квартире Я не знаю Где его там хранить Совершенно Я и здесь его не знаю Где хранить Ну в общем Я еще в раздумьях Короче Если что Он будет там Даже если я его буду продавать В принципе на этом все Ребят Подписывайтесь на канал И вот эти видосики Обязательно смотрите До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok